Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Высоцкий. Сегодня я опять с вами. Продолжение нашего цикла познания себя. Мы на прошлой лекции поговорили о том, для чего мы познаем себя. И поговорили достаточно так плотно о том, на основании какого знания мы познаем себя. Это очень важно, потому что сегодня мы рассмотрим методы познания, какие методы будут, и, может быть, что-то еще успеем рассмотреть. Давайте начнем тогда. Итак, существует 10 проман, так называемых, вверх, то есть способов познания или получения какой-то познания истины. Мы сегодня в двух словах на них остановимся, потому что, в принципе, знать их нужно, необходимо. Но главными из них являются три последних, и поэтому мы немножко, может быть, больше уделим внимание трем последним проманам. Итак, первая промана является арша. Арша – это утверждение авторитетного мудреца или полубога. Вы знаете, что существует множество писаний, которые были, например, Ману Самхита или Брахма Самхита. И также могут быть какие-то еще труды великих мудрецов, например, либо же полубогов. Но все это, вы понимаете, что оно имеет привязку к какому-то времени, к каким-то обстоятельствам, и не обладает тем универсальным свойством, как обладают, например, логические писания. Поэтому этот метод хороший, конечно же. Мы должны прислушиваться к полубогам, к мудрецам. Но мы должны знать, что если это было сказано очень давно, то это, возможно, будет либо сложно применить, либо какие-то будут обстоятельства, нужно учитывать это. По этой причине не всегда удобно пользоваться этим методом познания. Но он является также авторитетным, потому что описан в ведах. Второй способ познания – упамана. Объяснение при помощи сравнения. Ну, вы знаете, что часто мы пользуемся этим методом, когда хотим что-то рассказать собеседнику, например, объяснить. Мы сравниваем что-то с чем-то, например, солнце с апельсином. Ну и там разные у нас бывают сравнения. Этим пользуются методом часто поэты, писатели, что-то с чем-то сравнивают для того, чтобы провести какое-то яркое впечатление, либо ярче объяснить. Вот. И таким образом мы, если человек, например, не знает о каком-то предмете, таким образом мы можем всегда, объясняя, сравнивая с чем-то еще, сможем объяснить людям наглядно, более наглядно, что же это за предмет такой. Третье. Ардхапаттия – предположение на основании известного факта. То есть, когда ученые открывают какие-то новые, например, какие-то новые элементы, то они всегда строят какие-то предположения на основании того, что они уже знают, на основании того базиса, который они получали в школе, в институте и также при изучении этого предмета. Они предполагают. Поэтому могут на основании этого, конечно же, сделать какие-то выводы. Вот. Но они будут, сами понимаете, не всегда бывают точными, не всегда бывают верными. И поэтому этот метод тоже, как бы, нельзя сказать, что он полностью является до конца всеобъемлющим, или всеприемлемым. Четвертое. Абхава. Понимание, приходящее из-за отсутствия признаков жизни. Ну, это достаточно понятно, этот метод познания, потому что, например, как мы узнаем, жив человек или мертв, или он уже умер. Если человек не движется, если у него нет дыхания, если у него не бьется сердце, если у него не функционирует мозг, уже зрачок не расширяется. Ну, это медики, наверное, лучше меня знают все эти способы определения. Мы-то определяем, что человек вот уже умер, его уже нету с нами. Поэтому я знаю, что об этом вообще часто происходят споры, какого человека считать мертвым. Если вы начнете узнавать, где-то прочитаете в интернете, может быть, ты поймете, что это очень сложно, на самом деле, понять, насколько, вот, как узнать, какой момент назвать моментом смерти человека. Трудно объяснить. Ну, вот, бывают такие. Один из методов. Следующий метод, пятый, самхава. Включение. Меньшее оценивается включением в большее. Ну, вы прекрасно знаете, что, например, в 100 долларах есть 10 долларов. Например, о назначении конкретного солдата можно узнать о предназначении вообще полка или армии в целом. Ну, хотя бы приблизительно, можно понять об этом. То есть мы оцениваем по большему какие-то меньшие включения. Вот. И таким образом тоже по ней получаем какое-то знание. Аидхья, либо традиция. Есть определенные традиции. Вы знаете, что традиция – это вообще очень ценная вещь вообще в истории. Именно традиции, они часто переносят, являются носителем культуры какой-то, общества, семьи. Поэтому считается благоприятно очень для семьи в том числе сохранять какие-то традиции, какой-то уклад. А для новой семьи создавать собственные традиции – это очень благоприятно для них, потому что это укрепляет семью, сплачивает их, какие-то вот именно создание каких-то традиций новых. Также неплохо, когда мы традиции какие-то перенимаем от старшего поколения, может быть, от общества где-то в чем-то. Потому что, например, на Новый год, вот скоро Новый год у нас, и вы прекрасно знаете, что, например, на Новый год какой праздник уже без оливье, например. В каждой семье практически делают оливье, и все мы его едим. Новый год – это традиция. Вот. Также традиция может быть, где-то шампанское пьют. Вот кто-то, кто пьет. Вот бывает какое-то детское шампанское, такое шампанское. Ну, как-то такая традиция, которая сложилась уже достаточно давно. Есть более глубокие древние традиции, например, уважение старших, или там какие-то другие еще традиции. Вот таким образом через эти традиции мы также постигаем истину. То есть это элементы культуры, которые несет в себе традиция. Вот. И таким образом общество, оно передает эту культуру. Мы в прошлый раз говорили с вами об этом. О том, что необходимо поднимать культуру в обществе. Потому что культура – это тот фундамент, на котором строится духовная практика, в том числе. Мы должны это делать. И вот традиция, она является та же носителем, одним из носителей культуры. Следующее – честха или жест. Мы можем узнать истину через какую-то мудру или телодвижение. По лицу, по осанке, по походке, ну или почему-то другому. Вот видите, я вот люблю тоже жестикулировать руками. И вот, в принципе, для того, чтобы информация, может быть, легче усваивалась. Вы знаете, что, например, в Древнем Риме, в Древней Греции ораторов специально обучали жестам. Почему? Потому что жест – это носитель информации, он как бы закрепляет информацию, которую мы говорим словами. Если человек будет неподвижно сидеть и без всякого выражения просто что-то вам рассказывать, если вы увидите такого человека, если, конечно, найти такого человека можно будет, то вы поймете, что очень сложно от такого человека получать информацию. Поэтому жестикуляция, какая-то мимика на лице, она всегда дает какую-то нам дополнительную возможность принимать информацию более глубоко, на чувственном это уровне, и она закрепляется в нас глубоко. Итак, мы вот как бы рассмотрели первые семь, и сейчас мы как бы рассмотрим те три последних проманы, которые я хотел, чтобы вы обратили на них особое внимание. Итак, Пратьякша – это познание при помощи чувств. Сегодня мы, может быть, поговорим с вами об этом, как познание при помощи чувств. Следующее – анумана. Познание при помощи логики. Вы прекрасно знаете эти методы все. И в школе мы изучали, может быть, по физике мы изучали. Есть индукция, есть дедукция. Шелек Холмс у нас, мы смотрели фильмы про Шелека Холмса. Он применял какой метод? Дедуктивный метод применял. Также есть индуктивный метод, есть дедуктивный метод. Индуктивный метод – это восходящий метод. И дедуктивный – нисходящий метод. В чем же разница, чтобы было понятно, потому что так, может быть, если просто при помощи слов трудно объяснить, нужно какие-то, может быть, пояснения нужно иногда. Индуктивный метод или восходящий метод – это, например, когда Ньютон сидел под деревом, и ему на голову упало яблоко. Он посмотрел на это яблоко, и в нее родилась идея. Он подумал, что яблоко упало не просто так. И по этому действию конкретного яблока на конкретную голову, на конкретного Ньютона, он сделал общее заключение. То есть он от частного пришел к общему. Это и есть как раз индуктивный метод познания. Также существует дедуктивный метод познания, когда мы от общего переходим к частному. То есть этот метод считается, как бы, может быть, немножко более авторитетным, потому что веды являются общим понятием. Также мы можем познать, например, если мы получаем информацию от Бога, которая также является общими законами, которые применяются для всех, мы можем какие-то делать заключения частного характера, в том числе. Итак, и последний метод познания называется шабда. Шабда – это слушание или звук. Причем это не простой звук, а это звук, который является авторитетным звуком. Что же является авторитетным звуком в нашем понимании? Авторитетный звук – это тот звук, который доносится от человека, который наделен знанием, мудростью, либо от святой личности, либо человек, который постиг, например, какую-то мудрость, постиг жизнь и познал себя. Таким образом, мы можем видеть, что существует три метода познания. И самый авторитетный среди них – шабда, то есть слушание. Человек, который познал истину, который является носителем, например, ведических писаний, носителем является этого знания, этот человек может помочь нам в познании самого себя. Мы можем пройти тем путем, который он уже прошел. Этим путем мы можем пройти гораздо быстрее. Потому что он идет впереди, он прокладывает нам дорогу. Вы знаете, что даже на гонках, велогонках используется такой метод, когда они по очереди меняются. Сначала один впереди едет первый, потому что первому всегда сложнее ехать. Потом за ним следующие, меняются они местами для того, чтобы улучшить результат всей команды. Вот эти люди, которые идут впереди, они берут на себя всю максимальную нагрузку, им наиболее тяжело. Все остальные могут идти за ними, им легче, конечно же. Те люди, которые принимают это знание более глубоко, которые разбираются, получают это знание, они получают право также передавать это знание следующему поколению. Эти следующему, следующему, следующему. И таким образом устрачивается определенная цепочка, которая в ведических писаниях называется парампора. Парампора это переводится как цепь ученической преемственности. То есть передается от учителя к ученику. Поэтому этот метод Шабда является наиболее авторитетным. Почему же мы применяем предыдущие два метода? А очень просто. Потому что иногда есть необходимость в том, чтобы этот метод как бы утвердить или доказать. Либо же что-то там дополнить этим методом. То есть эти доказательства истинные, они очень благоприятны, когда они являются в помощь главного Шабда Промани. Мы таким образом изучаем. Мы услышали какой-то звук. Мы рассуждали на какую-то тему, например, при помощи какой-то логики. И мы подтверждаем то, что мы слышали от духовного, например, учителя. Мы слышали какие-то вещи. И наш опыт, и наше знание, оно помогает нам принять эти знания, которые нам передали при помощи звука. Веды говорят очень просто. Что оказывается, при помощи звука, только при помощи звука развивается разум. Разум находится в изоляции в полной. То есть он только при помощи звука, только звук проникает и может менять его. Если мы слушаем грубую речь, если мы слушаем матерную речь, если мы слушаем какие-то недостойные слова, то разум начинает у нас убывать. Мы перестаем понимать смысл жизни, мы перестаем понимать цели жизни пропадают у нас. Но если мы слышим возвышенные слова, слышим возвышенные речи, в этом случае разум начинает у нас развиваться и таким образом мы начинаем прогрессировать и в духовном в том числе. Это важно очень понять. Я хотел бы, может быть, такой пример привести по поводу этих трех методов познания. Для того, чтобы, может быть, вам было удобно понимать. Для понимания, может быть, вы лучше так запомните даже. Например, если человек не знает, кто его отец, как он может определить это? Давайте, используя эти три метода, попробуем узнать, кто же наш отец. Ну, не вас, я имею в виду, конечно же, а того человека, у которого нет отца. Возможно, у него была бы такая мысль, как узнать, кто его отец. И таким образом он использует эти три метода. Например, первый, протягшая, при помощи чувств. Но мы, конечно же, можем при помощи чувств, например, мы видим. Мы видим себя в зеркало, мы видим других людей, например. И вот таким образом мы можем сравнивать то, что мы видим. Потому что мы можем предположить, что наш отец, наверное, мы похожи на своего отца в чем-то. Может быть, внешне, может быть, в движении, в палатках. Может быть, в чем-то еще мы похожи. Таким образом мы можем изучать, при помощи своих чувств, узнавать, кто же наш отец. Ну, представьте себе, всего у нас на земле 6 миллиардов приблизительно людей. Попробуйте проверить их. Жизни не хватит. Даже если мы, вот знаете так, предположите, если человек действительно 6 миллиардов всех проверил таким способом, сможет ли он быть уверен в том, что он получил достоверную информацию. Почему нет? Потому что он мог кого-то пропустить, кто-то мог родиться дополнительно, кто-то мог умереть. То есть какие-то процессы происходят постоянно. Вот. И по этой причине мы не можем быть уверены до конца. Второй метод анумана – это метод при помощи логики. Мы можем предположить, например, что мы родились такого-то, например, числа. Значит, 9 месяцев обратно мы отмеряем, с кем наша мама там дружила, там общалась в это время. Мы можем какую-то такую сыстыку устроить определенный. Вот. И, в принципе, мы можем каким-то образом что-то предположить об этом. Но эти предположения также могут, будут очень туманные, очень недостоверные, и можно потратить на них уйму времени. Поэтому эти методы предыдущие называются как АРОХА – бесконечный метод познания. Можно бесконечно изучать. Наши ученые применяют в основном метод анумана. Поэтому у нас много разных гипотез существует, которые, вот как раз гипотеза, она относится к этому методу анумана. Поэтому существуют различные предположения, потом это все меняется. Вот, например, мы в школе изучали, что две параллельные прямые, они не пересекаются. Это те две линии, которые не пересекаются, называются параллельными они. Но знаем, что Лобачевский, например, доказал обратно, что в пространстве, оказывается, параллельные линии пересекаются. То есть, видите, что сначала мы одно доказываем, в этом уверены. Потом мы другое доказываем. То есть, эта логика, она постоянно путает нас. Ну, какие-то можем какие-то определенные точки соприкосновения, точки какие-то понимания определить при помощи этого метода. Но самый главный метод – это метод Шабда. Каким образом мы действуем при помощи метода Шабды? Мы просто спрашиваем у достоверного источника, кто же наш отец, у нашей мамы. Просто это очень просто сделать. Мы спрашиваем, если она нам скажет, то мы точно понимаем, что вот это наш отец. Мы принимаем это знание. Но всегда вы понимаете, что, например, так же маму можно с нами обмануть. Либо она может быть сама может даже не знать, кто его. И тогда могут эти два метода предыдущие помочь в определении, например, нашего отца. То есть, мы сужаем резко круг, круг подозреваемых, так сказать. Мы своего немножко сужаем. По этой причине, видите, что эти три метода должны идти вместе. Вот. Но опираться нужно всегда на Шабду, потому что лидирующий метод познания. Он из достоверного, это и достоверный источник. Поэтому это очень важно понять. Когда мы изучаем себя, мы всегда основываемся на двадцати четырех элементах, которые называются Махататтва. Ну, вы знаете, что из них мы обычно какую-то группу выделяем. Это там огонь, тонкий вода, воздух, эфир. Вот. И из этой группы различные элементы мы перечисляем. И вот эти элементы мы познаем, какой этот мир познаем мы когда. Мы в какой-то совокупности определяем все это. Какой-то совокупности. Мы постоянно меняем их, переставляем их местами. Но на самом деле мы не можем, как бы, так сильно такое большое разнообразие. Конечно, на этом двадцать четыре тоже много. Большое разнообразие, да? Но это все-таки ограниченное количество двадцать четыре элемента. Вот мы их переставляем. Мало того, что мы их переставляем. Мы считаем, что это все принадлежит нам. В этом самая большая проблема этого мира. Потому что мы всегда думаем о том, что это принадлежит нам. Мы уверены в этом. И мы пытаемся, если есть какие-то предметы, которые никому не принадлежат, то мы естественным образом пытаемся их, что сделать? Присвоить себе. Таким образом присваивались земли, присваивались богатства, присваивались какие-то недра, ну и так далее. Государство. Или какие-то вещи присваиваются кем-то. Это значит, что люди не понимают, о чем идет речь. Что это значит? Кому все принадлежит? И таким образом мы не знаем действительно, кому все принадлежит. А кому принадлежит солнце? Кому принадлежит земля? Кому принадлежит вода, трава, поля, горы? Кому это все принадлежит? Трудно сказать, да? Поэтому обращаемся к Священным Писаниям, которые нам говорят следующее. Бог, Личность всесовершенен. Итак, Он абсолютен и совершенен. Все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, Он пребывает в совершенном равновесии. И несмотря на то, что из Него исходит такое множество законченных частей, Он остается полным целым. Шиман Багавата. Пролог. И Вы прекрасно видите отсюда, что мир, он очень законченный. Он очень законченный, очень полный. И я немножко, может быть, хотел другую прочитать стих. Я прямо сейчас прочитаю его. Живые существа в материальном мире, суть мои вечные, отделенные частицы. Оказавшись в условленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу шестью чувствами, к числу которых относится ум. Итак, Вы видите, что по двум этим излечениям священных писаний можно понять, что все относится, все является частью Бога, все является, все принадлежит также Ему, является Его, так как является Его частью, принадлежит соответственно Ему. И все, что мы имеем, все, что мы получаем, также принадлежит Ему в конечном итоге. Об этом пишут священные писания. Таким образом, нам не нужно изучать и искать, кому же все принадлежит на этой земле. Кому принадлежит земля, горы, леса, кому все принадлежит. Все понятно, в священных писаниях написано, кому. Если мы хотим чем-то пользоваться из этого, землей, например, либо лесом, либо водой, мы должны что сделать? Просто-напросто хотя бы спросить об этом хозяина. Можно ли этим пользоваться? Если мы пользуемся этим, должны просто-напросто разумно пользоваться. Итак, основная черта материального мира заключается в том, что мы, все эти вещи или впечатления могут сделать нас очень сильно счастливыми. Мы обычно от этого счастливы. Мы испытываем счастье от вещей, от отношений, от чего-то еще. И вдруг, внезапно, в следующий момент мы можем быть так же несчастливы. Именно от того, что мы либо разочаровались, либо произошел какой-то разрыв отношений, либо что-то мы потеряли, например. Видите, в материальном мире счастье, оно идет об руку с несчастьем всегда. Они идут вместе. Сейчас мы были счастливы, завтра мы можем быть несчастны. И таким образом все меняется. И поэтому мудрые говорят, что наша жизнь похожа на зебру. Сегодня черная полоса, завтра белая полоса, потом опять черная, потом опять белая. И таким образом меняется все в нашей жизни постепенно. И так будет, такой материальный мир. Мы знаем, что существуют определенные качества, к которым мы стремимся. Вот в ведах описывается, что Господь, Он обладает качествами определенными. Такими как вся красота, вся сила, вся слава, все знания, все богатство. И иногда отречение даже. Это все принадлежит ему. Человек думает, что это принадлежит ему. Он стремится к этим качествам. Он стремится к красоте, к богатству, к славе, к силе, к знанию. Иногда даже к отречению стремится человек. Потому что это тоже определенные образы дают какую-то определенную силу человеку. Эти качества дают огромную силу человеку. Он стремится к ним и думает, что он будет счастлив. Но мы не можем в полной мере испытать эти качества. Почему? Потому что мы не являемся их обладателями. Но мы можем ими обладать? Можем. Это реально все. Каким образом мы можем обладать этими качествами? Очень просто. Если мы будем обладать их вместе с Богом. Если мы построили отношения с Богом, то мы автоматически получаем и эти качества в полной мере. Есть примеры. Вы знаете, что, например, такие люди, как святые мудрецы, либо учителя. Их можно перечислять до бесконечности. В Ведах они описываются. Эти люди обладали полностью всеми этими качествами в той мере, которую они хотели. И силой, и богатством, и знанием, и всем остальным. Почему? Потому что они были вместе с Богом. И когда человек находится вместе с Богом, в этом случае его желание обладать этими качествами, оно полностью удовлетворяется. И таким образом человек становится самодостаточным. Очень просто. Самодостаточный человек. Мы хотим, стремимся к этому. Мы стремимся к полноте. К этой, про которую мы с вами только что читали из священных писаний. Мы стремимся к этой полноте. Потому что нам всегда что-то чего-то не хватает. Но мы прекрасно знаем, что мы давно изучаем этот мир уже. С самого рождения его изучаем. Мы всегда прекрасно понимаем, что нету нигде, ни в чем нету полноты. Всегда есть что-то, что не хватает. Даже самые богатые люди не хватает денег. Самые знаменитые люди не хватает славы. И всегда, всегда чего-то нам не хватает в этой жизни. Чего-то можно было бы добавить в нашу жизнь. Что-то улучшить. Даже самая красивая женщина, стоя перед зеркалом, всегда думает, что бы мне еще можно было изменить. Может быть, немножко носик. Может быть, немножко глазки подправить. Раздвинуть их, например. Волосы немножко не такие. То есть, мы всегда думаем о чем? О том, что можно как-то улучшить себя. Или улучшить свою жизнь. Улучшить свое средо обитания. Но мы должны знать, что мы не сможем достичь этой полноты без Бога. Потому что именно Он является обладателем всего того, что я только что перечислил. Итак, для того, чтобы понять... Видите, мы используем разные методы для того, чтобы познать этот мир. В том числе и про маны, о которых мы с вами говорили. Также существует еще один такой разрез познания мира. Потому что виды говорят о том, что любой предмет обладает четырьмя качествами. Всегда. Любой. И мы с вами тоже обладаем четырьмя качествами. На санскрите они называются Нама, Рупа, Гуна и Лила. Вот я немножко хотел бы об этих вот аспектах рассказать. Мы оцениваем все важное в мире при помощи этих четырех атрибутов. В том числе даже и самого себя. Первое. Нама. Переводится как имя. Нама это имя. У меня есть имя. Дмитрий Высоцкий. У вас есть имя. Вы сами прекрасно его знаете. Каждый предмет... Вы смотрите, наверное, нас через компьютер. Поэтому у вас есть компьютер. У него есть имя компьютер. Вот. Смотрите через программу. То есть любой предмет, он имеет имя. Если ученый открывает какой-то новый вид жизни, например, либо какой-то изготавливается новый предмет, он тут же получает что? Получает имя. С одной стороны, мы всегда даем имя предмету какому-то. И с другой стороны, мы всегда начинаем... Первое понимание складывается наше о предмете по его имени. Нам называют имя. И мы начинаем... Это первое впечатление о этом предмете складывается у нас. Это очень важный аспект. Изучая... Часто мы когда говорим о имени, мы начинаем уже видеть форму. Например, если мы знаем этот предмет, называется имя, мы начинаем видеть форму. Поэтому следующим методом называется рупа или форма. Любой предмет имеет форму. Мы с вами имеем форму в том числе. Понимание формы истекает из понимания имени. Поняв... Когда мы понимаем форму, понимаем имя, мы... После этого мы пытаемся понять, как же этот объект взаимодействует с другими объектами. Это важно? Это очень важно понять. Как же он взаимодействует с другими объектами? Это и называется гуна или качество. Качество этого объекта. Это характер или индивидуальные особенности предмета. То есть, другими словами, гуна это то, что характеризует взаимодействие данного объекта с окружающими предметами. Вы знаете, что на Земле существует приблизительно 8 миллионов 400 форм жизни только одной. Мы должны... Представьте себе, каждая форма жизни имеет какое-то название. Какие-то имена, какие-то качества обладает. Именно благодаря качествам, нашим качествам, нашим желаниям привести какие-то качества, мы получаем это тело. Мы получаем какие-то условия, в которых мы развиваемся. Именно благодаря этому всему. И по гуне также очень важная вещь, я немножко забыл сказать, что именно по гуне или по качеству мы всегда должны понимать, насколько духовно прогрессирует человек, в каком прогрессе он находится. То есть, именно качества, они являются показателем духовного роста. Они показывают, насколько человек пребывает в иллюзии в этом мире. Именно по качествам мы можем судить. Очень многое, многое мы можем понять по гуне, по качествам предмета какого-то. И последнее, это лила. Лила это переводится как взаимоотношение. Мы о них уже только что говорили, что существует взаимоотношение. При помощи этих качеств характера объект взаимодействует с другими предметами. И таким образом все, все, все предметы обладают этими четырьмя показателями. При помощи этих показателей мы можем понять назначение места предмета в этом мире, в том числе и самого себя. Итак, другими словами, можно сказать определение такое дать. Что объект существует, если обладает именем, формой, качествами и взаимодействует с другими объектами. Можно так вот положить. Также, изучая самого себя, мы должны знать очень важные вещи истины, суть истины. Джива Госвами в своем труде описывает, утверждает, что живые существа обладают четырьмя основными недостатками. То есть у каждого живого существа есть четыре недостатка. Поэтому при изучении самого себя мы должны это учитывать обязательно. Первое, Брама, тенденция совершать ошибки. Ну вы прекрасно знаете, кто давно живет уже, что мы часто совершаем ошибки. Именно отсюда пословицы такие возникают. На ошибках учимся на ошибках на своих. Или другая пословица, что это дурак учится на своих ошибках, а умные учатся на чужих ошибках. Но ошибки мы совершаем все. Рано или поздно мы их совершаем и таким образом приобретаем какой-то опыт в этой жизни, как делать не нужно. И это такая реализация нашего знания и багажа. Даже обладая знанием каким-то, даже ведическим знанием, обладая, мы выходим из жизни и пытаемся его реализовать на практике. Но не всегда у нас получается это сделать. Вот когда мы достигаем такого совершенства, что мы почти никогда не ошибаемся, это называется уже реализованное знание. То есть мы его реализовали. Но до этого момента нам необходимо, мы совершаем какие-то ошибки, совершаем какие-то неправильные действия, за которые мы потом несем какие-то наказания или какие-то последствия имеются у нас. Вот. Поэтому мы все совершаем ошибки. Это нормально, это нужно принять. Но нужно это, также нужно знать об этом. Промада. Тенденция впадать в иллюзию. Помимо того, что мы совершаем ошибки, нам часто кажется что-то. Бывает серым, знаете, говорят, вечером все кошки серые. Или ночью все кошки серые, кажутся. Вот. Мы в иллюзии находимся. Мы не знаем, какого цвета кошка. Но это можно ко многим предметам отнести. Мы часто думаем, что этот человек нас любит. Либо мы придумываем в себе этого человека. Придумываем в себе. И думаем, что мы влюбляемся в того, в выдуманную, в иллюзию свою влюбляемся. Не в того человека, какого он на самом деле есть. А в того, которого мы придумали себе. Иллюзию какую-то. Потом начинает, проходит иллюзия, приходит влюбленность. И мы начинаем видеть этот человек в этом в реальном свете. И когда мы видим, сопоставляем то, что это нашу иллюзию с тем, которым он реально является человеком, то мы что делаем? Мы разочаровываемся. Очень плохо разочаровываться. Это приносит страдания нам. Четвертое. Каранапатова. Несовершенство чувств. Вы прекрасно знаете, что наши чувства несовершенны. Мы видим в очень узком спектре. Мы слышим в очень узком диапазоне. И так далее, и так далее. Мы не можем почувствовать многих вещей. Если сейчас здесь выключить свет полностью, то мы ничего не увидим абсолютно. Если зажечь в такую сильную лампу, яркую-яркую лампу, как солнце, то мы тоже ничего не увидим. То есть есть такой диапазон есть, что мы не можем воспользоваться нашими чувствами. Нужно это знать. Поэтому ученые придумывают какие-то, например, костыли, допустим, для глаз или для слуха. Мы пытаемся уловить какие-то звуки дополнительные, услышать. Либо микроскопы прилаживаем, либо бинокли прилаживаем, либо инфракрасные видения прикладываем к глазам. Таким образом мы пытаемся что-то увидеть, услышать немножко шире. Но все равно вы понимаете, что полный диапазон мы не сможем постичь. Именно по этой причине мы не сможем никогда получить полного всеобъемлющего представления об этом мире. Потому что наши чувства, они не являются совершенными. Следующее. Випролипша. Склонность к лжи. Но мы склонны к лжи, это нужно признать просто-напросто. Потому что мы впадаем в иллюзию. Поэтому мы склонны. Иногда нам кажется, что мы правы. Даже это не значит, что мы хотим кого-то обмануть даже. Иногда мы даже уверены в том, что мы правы. И мы таким образом обманываем людей. Обманываем людей, обманываем близких даже людей, обманываем там. И себя обманываем в том числе. И таким образом существует четыре этих недостатка, которые мы должны обязательно с вами знать. Итак, сегодня, видите, я сзади поставил себе доску. Доска это не просто так стоит здесь. Она имеет смысл. Сейчас мы попробуем что-нибудь с вами нарисовать на доске. Я хотел бы немножко рассказать вам о тех вот составляющих, тонких составляющих человека, которые надо тоже знать, для того чтобы мы могли более полно опознать самого себя. Итак, мы с вами говорили о своих чувствах. О чувствах. Я вам прорисую эти чувства. Вот их всего вы знаете сколько, да? Их пять. Поэтому вот мы рисуем такие квадратики. Кто-то у кого есть желание может тоже зарисовать себе. Потому что схема очень удобная. И она вам пригодится эта схемка. Вот у нас четыре чувства. Какие бывают чувства? Я обычно спрашиваю об этом, но так как у вас, вы не можете мне ответить. Поэтому давайте я буду сам называть их. Итак, зрение. Зрение. Слух. Вкус. Обоняние. И осязание. Вот этот вкус я вот здесь написал посередине. Помимо того, что он у меня тоже посередине написан. Но на самом деле, когда мы вот спрашиваем у аудитории про наши органы чувств, то вкус обычно называют последним. Почему? Потому что оказывается вкус, он является наиболее тонкой. Тонким таким чувством. Мы обычно настолько, он настолько тонок он, что мы даже обычно его не замечаем. это вкус, он через язык. Язык таким образом действует очень тонко. И мы не замечаем, когда что-то сказали, когда мы кого-то обидели, когда мы что-то съели лишнее. Мы тоже этого не замечаем. Поэтому это очень тонкое действие. Вот на это органы чувств я бы вас просил обратить внимание более пристально. Потому что это очень важный вкус. Это наши окошки. Окошки. Даже можно было нарисовать вот так вот, знаете, так вот окошками, окошками нарисовать их. Это окошки во внешний мир. И каждое окошко, видите, оно опять их по отдельности. Все они по отдельности находятся. Но мы же обладаем полной информацией. Это как сканеры, которые сканируют мир. Куда же поступает информация от всех этих окошек? Она поступает ум в ум. Вот таким образом, видите, идет поступление информации. Ежесекундно, постоянно мы занимаемся тем, что сканируем это пространство вокруг нас. Когда мы идем и даже думаем о чем-то, то у нас невольно мы слушаем, мы смотрим, мы даже не принюхиваемся. Нюхаем. Потому что если вдруг внезапно какой-то появится запах неприятный, мы что сделаем? Мы скажем, о, если что пахнет не очень хорошо. Либо мы увидим красивую девушку, например. Либо красивую машину видим. Также у нас сразу включается. У нас все остальное отключается, а мы сразу переключаемся на зрение, например. И таким образом вы видите, что ум, он является как бы коммутатором, в который заходится эта информация необходимая. Определение, для чего же нам существует, нужен ум вообще. У ума очень простая функция. Очень простая. Это принимать все приятное и отвергать все неприятное. мы говорим, увидели красивую машину, мы это принимаем, нам это нравится. Если мы видим что-то неприятное, мы не хотим на это смотреть. Если мы чувствуем неприятный запах, мы не хотим там находиться, мы хотим уйти оттуда. Очень простая функция. Но если бы человек находился бы на этом уровне, то тогда бы мы, скорее всего, давно бы уже с вами вымерли как вид. почему? Потому что мы бы приняли хорошие вещи такие, например, водка, алкоголь, наркотики. Мы употребляем их и мы думаем, о, хорошо, мне это нравится. Я хотел бы так жить всегда. Я это сразу принимаю, потому что мне это приятно. Но существует кто-то, такой гадкий, который сидит нам и мешает нам принимать эти вещи себе. который нам говорит, нет, если ты будешь принимать много спиртного, в этом случае что произойдет? Ты станешь пьяницей. Если ты будешь принимать наркотики, ты стой, стой, ты же станешь наркоманом. Пожалуйста, не принимай это. Кто же этот, который мешает нам наслаждаться в полной мере до конца? Этим кем-то является наш разум. Разум. Именно он мешает нам наслаждаться. У разума функция тоже есть. Какая функция? Принимать то, что благоприятно для личности. И отвергать то, что неблагоприятно для личности. Он находится в элитном положении по отношению к разуму. В чем он заключается? Вот представьте себе, что здесь существует барьер. Вот так вот барьер стоит. Кто ощущает боль? Конечно же ум. Кто ощущает неприятные вкусы и неприятные запахи? Тоже ум. Кто страдает в соответствии с этим со всем? Конечно же ум. Каким образом разум познает это все? Только информация от ума. Поэтому он закрыт. Сам по себе не страдает. Сам по себе он не страдает. Разум. Поэтому он может, знаете, как говорить, холодный рассудок. Поэтому он может именно сказать, нет, ты это делать не будешь. Почему проблема, например, у людей с алкоголем, например, с наркотиками, с чем-то еще? Потому что разум из такого превращается вот в такой. И он не может повлиять на огромный-огромный наш ум. Не влияет. Поэтому для того, чтобы человек мог отвыкнуть от этих привычек, бросить курить, например, что сделать? Ему нужно необходимо что сделать? Воздействовать на разум, который сможет победить ум в этой борьбе. И сказать, нет, ты не должен этого делать. Ты испортишь себе здоровье. Посмотрите, сколько людей. Спросите у курильщиков. Они знают, что вредно курить? Да, конечно, знают. Вы знаете у пьяниц? Спросите у пьяниц. Знают они, что вредно пья пить? Конечно, знают. Все в этом знают. Спросите у наркоманов. Ты знаешь, что долго не проживешься и будешь наркотики принимать? Ну да, знаю. И что? Почему же они не могут отказаться от этой привычки? Даже рискуя собственной жизнью, они не отказывают от этого. Потому что разум вот такой. Такой разум. Поэтому для того, чтобы нам победить все наши пороки, победить наш ум, нам необходимо, что делать? Развивать разум. Мы с вами говорили, каким образом разум развивается? При помощи звука. Только при помощи звука. Таким образом мы рисуем здесь вот звуковые вибрации. Чик-чик-чик. Оп. Звук идет. Воздействует на наш разум и он начинает увеличиваться. Каким образом мы можем определить, что человек стал более разумным? У него появилась воля, он начинает выполнять свои обязанности лучше. У него появляется ответственность какая-то внутренняя. Может быть даже не только перед своими близкими и даже может быть даже перед всем обществом появляется ответственность. То есть он становится более ответственным. Таким образом разум растет. Укрепляется память. Потому что память тоже является одной из функций разума. Таким образом разум нам очень нужен для того, чтобы он у нас был. Очень нужно. Это важная вещь в нашем организме. В тонком. Поверьте. Потому что если мы его не развиваем, то все остальное как бы зря. Поэтому мы первым делом, когда начинаем духовной практикой заниматься. Этот аппарат у нас очень сильно развит. И так. Без всего. Его не нужно развивать. Поэтому когда начинаем заниматься духовной практикой, в первую очередь мы начинаем развивать разум. Через слушание. Мы слушаем лекции. Мы слушаем духовных учителей. Мы также слушаем старших людей, которые прошли каким-то путем. Таким образом мы развиваем разум в себе. Итак. Следующее. Но что-то находится и над разумом. Вообще вы знаете, кто может быть занимался медитацией. Обычно медитация подразумевает собой успокоение ума, разума, каких-то чувств. И мы погружаемся в какое-то такое состояние умиротворения, успокоения. И когда мы погружаемся в это состояние, мы можем увидеть, что оказывается у нас какие-то мысли, они как бы чужие нам. Мы как бы со стороны себя видим. У некоторых наверняка был опыт такой, что мы даже можем по улице идти или на работу вышли. Мы идем какой-то день, просыпаемся утром и такое ощущение, что это как бы не с тобой все происходит. Ты как будто смотришь со стороны на все, на это. И видишь все со стороны. Что же это такое? Почему же мы смотрим как будто со стороны? Что же это влияет на нас таким образом? А потому что веды говорят, потому что, оказывается, есть более тонкая структура, которая называется наше Я. Висуем Я. Это мы и есть. Поэтому нам кажется, что это не мы. Это не мы. Это не мы. Это не мы. Нам может казаться. Но мы, благодаря тому, что мы попадаем в материальный мир, мы обуславливаемся всем этим вот аппаратом в нижнем. Это можно разделить тоже. Вот так вот поставить такую вот перегородку. Что это за перегородка? Это перегородка, которая отделяет духовное от материального. Потому что вот это Я, оно всегда духовно. Все, что ниже находится, это наш аппарат, которым мы пользуемся. Это так же, как наше тело. То, чем мы пользуемся. Это наша машина, в которой мы сидим. И то, что у нас сидит внутри, вот то, что мы и есть на самом деле, это является духовной субстанцией. Она не относится к этому материальному миру. Но когда мы попадаем в материальный мир, попадаем в материальный мир, то мы начинаем... Этот материальный мир, он, знаете, как искажает. Все искажает. Нашу духовную субстанцию, он очень сильно искажает. И таким образом это искажение называется... Такие, как бы, отражения на такой... На воде, которая такой, с волнами вода. С волнами небольшими. Рег на воде. Это отражение. И мы видим, что это называется ложное эго. Ложное эго. Ложное Я. Ложное Я. Мы, когда смотрим на себя в зеркало или в отражение в воде, мы думаем, да, это Я. Я это вижу себя. Да, это Я. Но на самом деле это не Я. Это просто только отражение одно. Поэтому это называется ложное Я. Вот таким образом построена схемка. Видите, Я руковожу. Руковожу Я. Видите, откуда я руковожу? Из духовного мира. Но Я настолько сильно привязан к этому телу, обусловлен им, что Я думаю, что не это Я, а вот это всё это Я являюсь Я. Но существует ещё что-то, надо бы Я, оказывается. Это мало того. Видите, мы ещё табличку с вами не дорисовали до конца. Оказывается, есть ещё что-то выше этого. Вы знаете, что, например, животные, кошка, например, когда заболела кошка, она что? Она идёт и ищет травку себе. Выходит на поле, нюхает, ищет травку себе. Потом она её ест, она даёт какое-то... И таким образом вылечивается. Ни разу не слышал о том, что кошка училась в университете, получала медицинское образование. Нет. Кошка не знает никакую траву. Она не понимает, она не получала никаких образований. Откуда же... Трава, в принципе, если мы разберёмся так, то трава тоже кошку не знает. То есть они друг друга не знают. Тогда каким же образом они находят друг друга? Оказывается, есть кто-то, который знает и кошку, и траву. Этот кто-то является сверх-Я. Нарисуй здесь. Сверх-Я. Вот мы дошли до понимания божественного уже. Дошли с вами. Сверх-Я называется параматма. Она находится напротив нашего сердца. Я называюсь это атма или джива. Разум. Будхи. Разум это Будхи. Ум. Это Манос. И наши чувства это Индрияне. Это когда их много. Индрия это одно чувство. Индрияне это когда много чувств. И ложное Яга. Ахамкара. Ахамкара. Вот мы нарисовали с вами очень простенькую схемку нашего тонкого строения человека. Кто же стимулирует наше счастье? Кто же вообще, из-за чего мы счастье испытываем? Именно вот наши чувства, вот чувства внизу, которые находятся, они являются стимуляторами нашего счастья. Например, как можно влюбиться? Оказывается, есть очень простой способ влюбиться в человека. Например, мы можем пойти в хорошее место, там где нам удобно, комфортно, хорошая музыка играет, подсвечивается хороший там свет, такой красивый цвет, хороший интерьер, вкусная еда, хорошие напитки. Мы можем сесть друг напротив друга и какие-то приятные другу вещи говорить, разговаривать, веселиться, смеяться вместе. И таким образом наши чувства будут наслаждаться. Два-три раза такой встречи мы можем почувствовать, что мы влюблены в этого человека. Реально влюблены. То есть наши чувства, они стимулируют счастье, стимулируют счастье. Поэтому мы любим смотреть телевизор, смотрим, наслаждаемся, стимулируется счастье какое-то. Мы любим за него есть, например, какие-то вкусности, изыски. Мы любим смотреть, например, на природу и что-то еще делать. Вот таким образом наше счастье выполняется, стимулируется. Очень важно также знать такую вещь. Я хотел остановиться вот еще на чем. что-то. Это мы с вами стираем. Плохо стирается, к сожалению. О, так, стираем. Хотел бы рассказать еще одну вещь важную. Для чего мы изучаем свои чувства, свои ум, разум. Почему мы об этом говорим? Потому что именно познавая, нам очень хочется, чтобы у нас был сильный разум. Нам не хочется, чтобы ум был у нас сильнее, которые были влиятельные, чувства были влиятельные. Мы не хотим этого всего. И поэтому мы часто завышаем свои потребности, свои возможности. И мы хотим хорошо выглядеть. Например, когда мужчина идет, вот так вот он идет, сгорбившись, идет по дороге. И вдруг на следующий момент девушка идет симпатичная. То мужчина что делает? Он упрямляется, такой бодрый. Проходит мимо нее. Потом опять проходит, опять сгорбившись. Видите? Мы пытаемся произвести впечатление на кого-то. В том числе и на близких. Мы постоянно пытаемся, мы боремся за это впечатление. Нам очень не хочется, чтобы узнали какие-то, может быть, негативные вещи о нас. Мы их скрываем. Вот. И поэтому мы завышаем свое положение. И вот смотрите, я вам нарисую такую простую схемку. Вот. Две шкалы. Две шкалы. Вот здесь находится, например, здесь находится мужчина. Вот. Девушка находится вот немножко пониже. Вот здесь находится. Девушка. Вот. Это девушка, это мужчина. Это мужчина, это женщина. Вот они встречаются друг с другом. Видите? Она находится немножко ниже мужчины здесь. Ну это условно, конечно. Бывают женщины, которые выше находятся, мужчины. Можно было схему ворд нарисовать. Пускай женщины не обижаются на меня. И так они встречаются. Женщина, она умеет нарядиться, она умеет преподнести себя, она умеет красиво сказать, у нее ласковый голос. Знаете, когда женщина подходит, звонит по телефону, телефон звонит дома, вы никогда не обращали внимания, что когда телефон звонит, женщина подходит, у нее меняется голос, такой нежный, бархатистый, такой, алло, да, кто это? Она меняется голос. Она умеет, женщина, преподнести себя, хорошо так преподнести. Она умеет сделать прическу, она умеет наложить макияж, она умеет одеться красиво, со вкусом. И таким образом она производит впечатление сильное на мужчину. Какое? Он думает, какая потрясающая женщина, какая потрясающая... Она ставит себя на эту уровень, ставит на эту уровень себя, поставила. Какая потрясающая женщина. И после этого мужчина начинает с ней какие-то отношения завязывать. А потом, когда подходит слишком близко к ней, достаточно близко, он видит, что женщина-то находится не на этом уровне, а на этом. И происходит что? Разочарование происходит. Мужчина разочаровывается. Я один раз слышал какое-то интервью, один актер рассказывал про свой такой негативный опыт. Он стоял где-то за билетами в театр, удивительным образом актерствовал в театре за билетами. И стоял за очень красивой женщиной. Впереди нее стояла такая девушка потрясающей красоты. Вот знаете, полностью в его вкусе, такие волосы, такая вот, знаете, ноги от ушей, как говорят. Она очень красивая женщина. И он решил с ней познакомиться. И он говорит, я хотел бы с вами познакомиться. Не хотели бы вы с вами пойти в кафе, выпить чашечку кофе там. И он ее пригласил. И она согласилась. Вот таким удивительным образом все произошло хорошо. И когда они пришли вместе в кафе, она начала, знаете, смеяться, так, смеяться, девушка. И какие-то глупые фразы кидать. И он уже тут же моментально, как только она уже открыла свой, она тут же пожалела о том, что он, точнее, он тут же пожалел о том, что вообще пригласил, связался с этой девушкой. То есть он увидел ее вот здесь, а она оказалась вот здесь. Поэтому человек должен четко понимать, знать свое местоположение. Счастье дает, на самом деле, не уровень. Счастье человека заключается не в уровне. Человек может быть счастлив и вот здесь, и вот здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь может быть счастлив. Везде может быть счастлив. Что же нам приносит счастье тогда? Нам приносит счастье не уровень человека, а движение. Позитивное движение вверх. Если мы движемся вверх, мы счастливы. Если мы остановились, то мы теряем вкус счастья. Я привожу такой пример очень простой. Вы знаете многие, может быть кто, наверное, в бане мылись когда, в бане. Вот если в бане вот сидеть не шевелиться, замереть, то как бы вроде бы привыкаешь, и вроде бы как бы не жарко. Но когда начинаешь руками махать, двигать руками начинаешь, то чувствуешь, что ветер обжигает кожу, потому что жарко становится. Вы чувствуете это. Но когда вы не движетесь, то вроде бы и жара нет. То же самое происходит. Вы не движетесь, счастья нет, пропадает. Только движение дает счастье. Только движение дает счастье. Позитивное движение дает счастье, только вверх. Таким образом мы должны понять, в каком мы занимаем положение. И именно с этого положения, именно с этого положения, Уложение из какого-то другого. Именно начать движение вверх. И тогда вы почувствуете счастье. Поэтому в ведах написано, что человек, который занимается духовной практикой – он постоянно счастлив. Потому что счастье – это… Причем счастье не просто счастлив, а это счастье постоянно пребывает. Оно становится больше, больше, больше становится. Почему? Потому что он движется. Есть движение позитивное. Если вы не чувствуете состояние счастья, значит вы что-то делаете не так. Духовная практика – это очень эстетичный путь. Если вы занимаетесь духовной практикой, он должен идти рядом с счастьем. Счастье должно постоянно увеличиваться у вас. Если вы вроде бы занимаетесь духовной практикой, а счастья нет, значит что-то вы делаете не так. Вам нужно пересмотреть свою духовную практику, посмотреть, что вы делаете не так. Может быть, делать шаг назад, посмотреть, что вы где-то ошиблись в вашем движении. Таким образом мы идем позитивно вперед. Также я хотел вам сказать такую вещь интересную, что когда мы движемся вперед, мы часто куда-то упираемся. Вот сейчас, конечно, все говорят о кризисе. Вот мы уперлись, вот такая стена, вот видите стена. Мы с вами шли, 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 шли и уперлись куда? Уперлись мы в стенку с вами. И мы стоим в этой стенке. Человек, бывает так, самый разумный из нас, делает шаг назад, отходит и опять в стенку. Бабах! Отходит, опять в стенку. Бабах! Ёки-палки, это кризис, это кризис просто какой-то. Мы пишем, кризис. Когда все человечество так вот головой бьется в стенку. Мы говорим, у нас сейчас во всем мире кризис существует. Это человек, который движется вверх, поднимается вверх постоянно, смотрит наверх. Он видит, у него развиваются качества, у него появляется видение, что оказывается, что это не стена, не стена, а это ступенька. Вот такая. И мы должны не биться головой сюда. Мы должны просто подняться на нее. Вот так вот. И двигаться дальше. Вы понимаете, что сейчас у нас кризис какой-то. Поэтому все человечество должно что-то сделать? Пересмотреть свои взгляды и поднять на какую-то другую ступеньку. Перейти. Необходимость такая возникла. Это не кризис мировой. Это просто ступенька очередная. Будем дальше двигаться. Появятся какие-то опять препятствия, опять очередные кризисы и так далее. Видите, куда мы движемся? Мы движемся позитивно вверх. Вот оно движение позитивное, которое дает нам счастье. Если мы стопорновались на этом месте, мы то так же имеем что? Несчастье. Состояние счастья пропадает в нас. Вот таким образом мы с вами изучили толкное состояние человека. Что нужно нам для счастья. И я, может быть, еще хотел бы остановиться на такой теме, как проблема ложного собственничества. Собственничества. Даже выговорить такое слово не могу. Видите, какое сложное слово, которое очень влияет на нас сильно. Мы об этом немножко, я говорил об этом. Что человеку необходимо просто иметь какие-то предметы, например. Мы не можем сказать, что это не наше, например. Нам очень боль доставляет. Наше ложное эго, оно постоянно захватывает какую-то территорию, захватывает. И эта территория является тоже, входит в наше ложное эго. И когда кто-то трогает и внедряется наше ложное эго, оно вызывает раздражение, неприязнь. Например, если вы оставили свою вещь какую-то. Приходите, а кто-то ее взял. Или, например, вы зашли в троллейбус. Сели спокойненько и сидите. И вдруг вспоминаете, что вы забыли купить билет. И вы думаете, быстренько сбегать к любит водителю. Поднимаетесь и бежите. Прибегаете. И пока вы бегаете с этим билетом, оказывается, что кто-то занял ваше место. Вы разворачиваетесь, и у вас уже появляется неприятное чувство, что кто-то вот ваше место занял. Но оно же не является вашим местом. Почему же вы так к нему прилизались сильно? А потому что ваше ложное эго, оно распространяется на это все. Распространялся на это место. И таким образом вам было очень неприятно. Очень неприятно. И вы понимаете, что в этом случае необходимо, если человек должен духовной практикой, которая занимается, он уменьшает свое ложное эго. Уменьшая стремительно. То есть он не распространяет его. Оно меньше становится в размерах. Человек, который не занимается духовной практикой, у него ложное эго разрастается. Оно становится больше на фирму распространяется, на машины, на квартиры. Оно имеет тенденцию расти. Если мы его подкармливаем при помощи нижнего этого аппарата чувств наших, то оно имеет тенденцию расти. И насколько оно может вырасти до бесконечности. Оно может расти до бесконечности. Таким образом, человек не будет иметь возможности удовлетворять в конечном итоге свои чувства до конца. Я думаю, что на этом, наверное, мы закончим сегодня. Я хотел, чтобы вы задавали вопросы по этой теме. Я думаю, тема была важная сегодня. На следующем занятии мы с вами рассмотрим закон кармы, как он действует на человека. Также мы рассмотрим ведическое деление общества. И начнем с вами изучать... Вообще, это интересная тема, ведическое деление общества. Я немножко двух слов, может, скажу, анонс такой сделаю. Оказывается, есть демонические натуры, есть божественные натуры. Мы все относимся к тем или другим. Как это определить? Очень просто. Демоны, они пытаются увильнуть от законов божьих. А такие демоны, божественные натуры, они как бы естественным образом принимают эти законы. Они стремятся к Богу, они стремятся найти себя. Вот я думаю, что люди, которые смотрят, например, сейчас меня, слушают, слушают вообще ведомедиа, например, или слушают такие духовные, образовательные программы, эти люди, конечно же, относятся, скорее всего, к божественным натурам. Они называются суры. Суры и асуры. Вот мы рассмотрим с вами, какие бывают демоны, какие бывают божественные натуры, то есть суры, какие они бывают. Об этом мы поговорим в следующем занятии. Тема тоже интересная. Итак, есть у нас вопросы сегодня? Вопрос такой, есть ли в вашей схеме связь параматмы с другими частями схемы, помимо души? Параматма, она является, у нее роль наблюдателя. Она наблюдает за всем. То есть поэтому она видит все, что мы делаем. Она видит то, что мы чувствуем. Она видит то, что мы, она точнее даже не видит, а знает то, что мы чувствуем, то, что мы делаем, то, что у нас в разуме, то, что у нас в уме находится. Все-все это прекрасно, она в этом осознавлена. Но она находится в каком состоянии? Она находится в роли наблюдателя. Для чего же она наблюдает за всем? Ее функция такова, что она помогает человеку в необходимых, сложных ситуациях. Когда у нас возникает желание заниматься духовной практикой, вот я в свое время могу вам сказать такую вещь, что в свое время давным-давно, когда я начинал делать первые шаги, и начинал изучать какие-то первые были, там, Блаватская, там были, это был какой-то год, не знаю, наверное, 88-89 год, то есть достаточно давно это было. Тогда литература никакой не была, духовной вообще, поэтому мы хватались за все, что нужно нам было, то есть то, что попадалось нам под руки. Клизовский, там, живая этика, там, еще что-то попадалось нам. Она была модна в те времена, появилась только. Вот. И я помню, что книг этих очень катастрофически не хватало, а желание было огромное, постичь это, понять, разобраться в этих вообще вещах. И каким-то удивительным образом книги приходили, появились какие-то возможности, откуда-то появлялись какие-то знания, кто-то приходил, рассказывал об этом нам. Понимаете, то есть удивительным образом происходит, на самом деле это не удивительные процессы, на самом деле это как раз взаимодействие, это параматма делает, она нас направляет. Вот ее задача заключается в том, чтобы нам дать позитивный, позитивный такой толчок направления и помощь в этом направлении. позитивный. Она является как бы нашим ангелом-хранителем, в том числе. Но она является также наблюдателем. Поймите, она себя наблюдая за нашими действиями, что мы делаем, как мы делаем и так далее. Потому что на самом деле душа, она была бы, ей было бы невыносимо просто в одиночестве находиться. Она бы не смогла бы, мы не смогли бы чувствовать себя комфортно, не будь рядышком вот или параматма. То есть она является наблюдателем. Но она не, она как советчик, вот такая функция у нее, как советчик. Она может посоветовать, как совесть выступает наша. Параматма как совесть наша выступает непосредственно. Вы должны это знать. Вот еще спрашивают, всегда ли кризис является толчком к тому, чтобы идти дальше? Не может ли быть депрессии? Нет, почему не может быть? Депрессия тоже может быть, обязательно. А как же иначе? Часто возникает депрессия. Но у кого возникает депрессия? У тех, кто не видит дальше, движение дальше. Вот депрессия возникает всегда в том случае, если мы теряем видение, видение движения, куда идти дальше. Когда пропадает это видение, у нас появляется депрессия. Если мы знаем, что можем двигаться в этом направлении, можем поменять что-то, никогда депрессии не будет. Таков ответ на этот вопрос. Спрашивает с севера человека, каково происхождение слова «человек» и как давно оно появилось на земле? Слово «человек»? Да. Вы знаете, мы говорили с вами, что обладает все творение Господа, является полным целым. Человек. И… Человек, я помню. А, «человек». Но есть какие-то, наверное, трактовки, может быть, я не знаю, может быть, я не отвечу на этот вопрос, на ваш, в том ракурсе, который вы хотели бы услышать. Но вам скажу, всегда был человек, всегда было понимание человека, всегда это было слово, потому что, в принципе, русский язык, он вышел, он является, как бы, если говорить о языке непосредственно, то русский язык является словообразующим языком. Вы представьте себе, что такое, я вам скажу, что такое словообразующий язык, это вот в двух словах. Словообразующее – это значит, что каждая буква имеет значение. При сочетании этих букв вместе, складывании этих букв вместе, получается определение этого слова. Вот. Таким образом, все слова, русский язык, продумать такой язык, то есть, если как ученые объясняют, что, например, древние люди, которые не имели, для того, чтобы как-то общаться на охоте, необходимо какие-то было звуки издавать, то, поверьте мне, что мы не смогли бы такой точный, точный такой язык, словообразующий создать. Хотя русский является словообразующим языком. Но русский язык, он не конечная инстанция. Оказалось, до этого был язык, очень много общего, например, это древний язык, санскрит. Вы знаете, что было там, я помню, 90 с лишним языков, этих диалектов санскрита. А еще выше санскрита, называется Деванагари, божественный язык. Он очень сложный язык этот, поэтому мы о нем не можем разговаривать. Поэтому все языки имеют оттуда корень, в том числе слово человек и другие слова, многие. И веды имеют тоже такое, веды, веды, знать, тоже имеют такой же корень, глубокий очень. Поэтому эти определения, многие слова, которые имеют, они может быть претерпели какие-то изменения, с временем претерпели, но изначально они практически были всегда. То есть многие слова были всегда. И корни имеют вечную такую основу, потому что мир является вечным. И материальный мир он вечен, и духовный мир он вечен, и, соответственно, язык тоже был вечен. Эти корни были вечные. Надеюсь, как смог ответить на ваш вопрос. Тут еще такой вопрос, как понять, что говорит в тебе, ум или разум? Для этого нужна была определенная квалификация. То есть человек, который ни разу не задумывался об этом, об этих вещах, ему трудно разобраться в этом. Но если мы начнем замечать какие-то вещи, это можно определить по желаемым плодам человека. Желаемые плоды. То есть мы, как Иисус Христос говорил, что мы познаем дерево по плодам его. Мы по желаемым плодам. Что мы хотим? Мы хотим либо удовлетворить свои чувства, либо мы хотим благоприятно, приятно-неприятно, либо благоприятно, либо неблагоприятно. Таким образом узнаем, к чему относятся желания наши. По плодам. Что мы хотим в результате получить от этого. Таким образом, единственный способ узнать об этом. Светлана спрашивает. Спасибо за лекцию. Говорится, что эмпирическое знание, полученное с помощью чувств, подходит для бытовых навыков, ежедневной жизни. А в трансцендентных вопросах мы должны опираться на авторитетные источники. Где грань? Мы же пользуемся основанной на знаниях современной науки, протягшей ионумана, техникой, о происхождении видов отвергая, обращаясь к ведической литературе шабда. Вопрос в чем был? Где грань? Где грань между этим? Да, между этим. Наша задача с вами одухотворить материальную деятельность, материальную жизнь нашу. То есть до тех пор, пока мы просто находимся на чувственном и грубом уровне, до тех пор мы не сможем понять, разобраться и отделить одно от другого. Но если человек переходит этот уровень, начинает развиваться, духовно развивается и начинает понимать, что же такое духовная деятельность, то есть другими словами, одухотворяет всю свою деятельность, всю свою жизнь одухотворяет. И таким образом вокруг него все одухотворяется. Другими словами, я вам скажу так вот, может быть вам будет более понятно, существует три гуна материальной природы. Вы знаете, гуна невежества, гуна страсти и гуна благости. Так вот, эти гуны, они влияют на весь материальный мир. Очень сильно влияют эти гуны. Всегда. Но, если вы ослабеваете влияние этих гун, то начинает приступать что-то божественное, духовное. Вот именно они мешают эти гуны увидеть что-то такое более трансцендентное, увидеть. По этой причине мы можем понять, если мы не в этих гунах действуем, значит, мы действуем на трансцендентном уровне. То есть, эти гуны приступят нас влиять. Таким образом, мы переходим, вроде бы, казалось бы, находясь в материальном, казалось бы, иллюзорно, в материальном мире, но мы уже как бы даже к нему не... Есть такие святые люди, которые, находясь в материальном мире, как бы, но они уже к нему не принадлежат, не находятся в духовном мире. Реально. Потому что эти гуны на них уже не влияют. Надо уходить, влиять эти гуны у нас. Должны переступить в высший порог. Уровень культуры это тоже гуна определенная, уровень гуна благости называемая. Поэтому мы должны подняться над культурой, мы должны подняться над уровнем кармаканды, мы должны подняться на уровень трансцендентного служения непосредственно. Спасибо за вопрос. Вы говорили о звуке и спрашивают, как именно звук влияет на сознание? Именно звук влияет на разум. Я сказал, что звук влияет на разум. То есть таким образом вы видите, что человек может как деградировать, так и прогрессировать. Мы с вами говорили о том, что если плохие звуки будут, человек будет слушать плохие звуки, которые даже ученые сейчас такие открывают, что, например, плохая музыка, плохие звуки, рок или металлик какой-то, он разрушает. Помимо того, что он разрушает разум, он разрушает даже и наше здоровье, разрушает в том числе. Вы знаете, что Ямамото был, есть такой ученый Ямамото, японский, он делал, замораживал воду, изучал, произносил какие-то звуки различные. И вы увидите, когда вот такая металлика звук звучит, то воду замораживают, когда она такая, получается такая страшная, такая неприятная, размытая структура. Но если говорить, я тебя люблю, там, или бог называет такие слова, возвышенные, то она приобретает, при замораживании вода приобретает очень четкую структуру, красивую, как снежинка становится. Таким образом, все влияние происходит, звук очень сильно влиятельный. Поэтому, и говорить, сначала было слово. Помните, написано было, сначала было слово, зачем на писаниях пишется. То есть звук, он очень влиятельный. Он влияет на буквально на все, на здоровье в том числе, на наше здоровье, и влияет на разум. Таким образом, при помощи звука мы можем и деградировать, и прогрессировать. В зависимости от нашего устремления желаний, с какими звуками мы соприкасаемся в этой жизни. Спасибо за вопрос. Ну, вот такие вопросы. Спрашиваю, а как вообще не ошибиться в определении уровня человека? Вот вы рассказывали, я поняла, вот эту схему. То есть, чтобы не было разочарованного. Когда вы смотрите на человека, хотите определить, какой человек, не ошибиться. Диагностика должна быть. Вы знаете, на самом деле, можно это сделать, можно. То есть, только одним способом, развивая свой разум. То есть, когда вы развиваете свой разум, вы начнете понимать. Когда вы боретесь со своими недостатками, когда вы развиваете все качества характера. Вот когда у нас есть 26 качеств характера. Если мы их развиваем, то мы начинаем очень хорошо при помощи своего разума видеть эти качества, насколько они развиты в других людях. И тогда мы сможем увидеть, насколько человек развит. Также, каким образом мы определяем по гуне, по гуне. Мы сегодня об этом говорили, по гуне мы определяем, по его качествам. То есть, видите, мы начинаем видеть его качества. Вы поймите такую вещь, что чем выше вы поднимаетесь в этих качествах, тем больше видения у вас открывается на качество тех людей, которые находятся на наиболее низкой платформе. Всегда будете видеть. И также вы будете видеть людей, которые находятся на более высокой платформе. Также. То есть, это называется функция разума. Это разумный подход к жизни. То есть, вы будете одних слушать, других, может, вы не будете слушать наоборот. Вот, только при помощи звука. Спасибо за вопрос. Еще спрашивают, каким образом лучше всего влиять на ум другого человека? С помощью своего примера или с помощью все-таки звука? Вообще, существуют определенные приоритеты в этом отношении. Я вам дал рекомендацию все-таки влиять своим примером. То есть, пример очень влиятельный. То есть, человек должен, потому что звук – это дело нашего выбора. Звук – это дело нашего выбора. То есть, мы не будем слушать до тех пор, пока у нас нет такого выбора. Как бы это красиво ни было. Никто не пробовал, например, своего сына отучить, например, на какой-то музыке. Или на современной какой-то музыке. Бывает, не нравится родителям, что он слушает. Попытайтесь отучить его от этой музыки. У вас ничего не получится. Бесполезно. Потому что вкус такой есть у него. У него есть такие желания. Он хочет этим заниматься, хочет именно это слушать. Поэтому вы личным примером только. Когда он поймет, что вы авторитет, что он вас уважает сильно. И что он начнет к вам прислушиваться, он за своим примером, то есть, вы своим примером нарабатываете авторитет. А потом за авторитетом уже идет звук. Это более сильное воздействие. Но авторитет – это как бы все равно, это очень важный и первый шаг. Авторитет свой личный. Он должен, ребенок должен, например, ребенок или кто-то еще, обязательно должен видеть, что вы сами это делаете. А также, кстати говоря, если вы сами развиваетесь, то сила звука внутри вас, она тоже усиливается. Влиятельность звука усиливается. Если вы сами развиваетесь. Если вы не делаете тех вещей, про которые говорите, значит звук будет очень слабым. Он ни до кого не дойдет. Вы не сможете никого поменять. Только если вы сами. Я вам расскажу историю про Ганди. Есть такая история, известная достаточно, про Ганди. Когда к нему пришла женщина и сказала, я хотела бы, у меня сын, говорит, у него подозрение на диабет. Но он ест очень много сладкого и не может от него отказаться. Я уже к врачам его водила и пыталась что-то сделать, но он бесполезный абсолютно. Не могли бы вы мне помочь с моим сыном? Он сказал, хорошо, приведите его через неделю. Она приходит через неделю, приводит своего сына. Он садится перед ним, так смоет ему в глаза и говорит, пожалуйста, не ешь больше сладкого. Для тебя это очень вредно. Иначе ты заболеешь с сахарным диабетом. И мальчик поднялся, сказал, я больше не хочу сладкого. И перестал есть сладкое. Мама говорит, чудо, чудо. И она была в таком восторге от этого. Видите, Ганди такое чудо произвел. Но у нее одно сомнение было. Он сказал, почему нужно было ждать неделю с собой, прежде чем сказать, вы не могли сразу сказать, что это сделать, чудо свое проявить. Он сказал, дело в том, что я сам люблю сладкое. И мне нужно было неделю отказаться от сладкого, для того, чтобы сказать вам эти слова вашему сыну. Поэтому стал звук более, более могущественным. Он дал силу этому звуку. Понимаете? То есть мы личным примером, самими качествами, наращивая свои качества, таким образом мы даем силу своему звуку, которой мы потом можем влиять на умы других людей. Вот единственный способ. Спасибо за вопрос. Саша спрашивает такой вопрос. Если в Сати-Югу человек в тысячу раз выше и живет сто тысяч лет, можно ли сказать, что размер его души в тысячу раз больше, чем у нас? Если да, то на что это влияет? Знаете, в ведах описывается размер души. Он не описывается там, душа слона, душа древнего человека, либо душа нынешнего человека. Там просто указан ее размер. Размер таков. Одна десятитысячная кончика волоса. Она никогда не меняется. Иначе она не была бы душой, не принадлежала бы духовному миру. Духовный мир что такое? Это антимир или античастица. То есть то, что не меняется, не изменяется, или обладает свойствами, которые противоположны свойствам материальной энергии, материальных элементов. Противоположны свойствами обладает. То есть она никогда находится в постоянном, неизменном состоянии. Не меняется. Поэтому душа у всех, у слона, у человека, у мышки, у микроба, она одного и того же размера у всех. Всегда была и будет. Спасибо за вопрос. Еще такой вопрос. Если все знают, что душа вечна, то почему есть страх смерти? На самом деле у нас не совсем страх смерти. Мы боимся неизвестности, скорее всего. Вы знаете, страх вообще это порождение неизвестности. Мы не знаем, что будет дальше. И как это будет происходить. Вот нам страшно. Но в принципе, если вы задумываетесь, задумаетесь, то нам трудно понять. Вот как вот то, что нас не будет. Мы умерли, нас нет. Как вот и дальше что? Дальше что будет? Как будет дальше? Мы с ними удивляемся. А когда мы еще не родились? Где мы были тогда? Дети спрашивают обычно такой вопрос. А где я была, когда меня не было? То есть, понимаете, у души существует три, у души три свойства есть. Три свойства. Или три качества у души. Которые называются сад, чит, ананда. Сад, это душа, она живет вечно. Поэтому мы не можем понять, что такое не вечность. Какая-то конечная. Мы не можем, нам трудно это понять. Внутри себя где-то мы... Хотя мы постоянно видим, что люди умирают, там близкие нам люди умирают. И далекие люди умирают. И животные умирают. Все умирают. Но внутри мы принять эту концепцию не можем. И смириться с ней мы тоже не можем. С этой концепцией. Чит. Но это что такое чит? Чит это знание. Мы хотим жить вечно. мы хотим жить вечно, но при этом мы хотим осознавать то, что мы существуем, есть на самом деле. Кто хотел бы жить вечно и не осознавать, что он есть, существует? Нет, мы хотим знать, что мы существуем. То есть мы хотим быть полным знанием об этом. И в то же время мы не хотим просто так вот жить бесконечно и знать то, что мы существуем. Мы хотим еще и наслаждаться этим миром. Поэтому ананда это наслаждение. Вот три свойства. Бесконечная жизнь, бесконечное знание и бесконечное наслаждение. Вот такое свойство души. И вот эти свойства души, они переходят в материальный мир, и таким образом мы обладаем желаниями в этом материальном мире, которые каким-то образом искаженные эти три желания. Они искажаются в каком-то виде, и мы получаем наши желания в этом материальном мире. Спасибо за вопрос. Саша продолжает, но волосы-то разной толщины. Хотел бы спросить этот вопрос, но в принципе вы уже ответили, что душа всегда одного размера. Спасибо. Спасибо. Ну, конечно же, волосы могут быть немножко разные всегда, да, конечно, вы правы. Но чтобы было понятно человеку, насколько она маленькая. Она десятитысячная, то есть поймите, это очень маленький размер. То есть невозможно увидеть там по микроскопу каким-то или чем-то еще. То есть очень маленький размер. Об этом говорится, это главное нужно понять. Вот. И тем более, это достаточно такой хороший пример. Пример хороший. Потому что очень удобно понять. Все знают, что такое волос. Вот. И могут представить себе толщину его, этого волоса приблизительно хотя бы, да. И в то же время понять, что насколько десять тысяч раз у него тысяч... Ну, пример такой ведах описывается. Ленический пример. Я думаю, это удачный пример. На мой взгляд. Ну, да. На мой взгляд. Все, как бы, описания, они на примерах. Потому что так вот чисто в философии трудно понять, если не приводить какие-то примеры, там. Там есть более конкретные вещи, да. Там расстояние от Земли до Солнца, там, например, там есть какие-то конкретные. Вот, более... Ну, вот, мне кажется, удачный пример, наоборот. Хотя вы тоже правы. Ну, да. Вот еще вопрос есть такой, что вы говорили о Я. А часто бывает, что у человека Я очень сильно завышено. Как с этим справиться? У него не Я завышено, а ложное Я завышено. Я никогда не бывает завышено. Вот, если вы внимательно схемку помните? Вот оно у меня нарисовано. Видите? Вот есть ложное. Это отраженное Я. Вот то, что относится к завышенности, к каким-то вот таким негативным проявлениям, это наше ложное Я. Ножное. Это отраженное Я. Божественное Я, оно является вечным, оно является духовным, оно является совершенным. Вот. Ложное Я обладает недостатками, конечно же. Вот. Как это ложное Я уменьшить? Для того, чтобы его уменьшить, необходимо развивать опять-таки разум. Возвращаемся к разуму. Уменьшаем. Потому что ложное Я, оно, это ложное Эго, оно пронизывает, это самая тонкая субстанция, которая пронизывает всего человека. Именно благодаря этому ложному Я мы обуславливаемся этим материальным миром. Вот. Но занимаясь духовной практикой, занимаясь развитием разума, и, допустим, там это уже высокие, вы затронули, высокие сферы на самом деле. На самом деле. Высокие сферы затронули. Вот. Мы уменьшаем это Я в размерах уменьшаем. И тогда у нас, соответственно, вот именно боль, то, что причиняем, потому что мы получаем боль для себя, она относится именно к ложному Я. Это боль внутри. Бывает, например, нас бросила любимая, и нам больно внутри. Откуда эта боль берется? Нам кажется вроде бы все нормально, организм здоровый, мы не болеем. Но внутри больно. Почему? Ложное Я реагирует таким образом. То есть любая боль – это ложное Я. Вот. И в конце концов, это ложное Я возревает, возревает, уменьшается, возревает. И тогда, когда человек умирает, вот, легко отделяется от тела своего. Знаете, если бы была такая история, когда спросили одного мудреца, почему вот многих святых людей, знаете, как Иисус Христос, например, распяли его на кресте, других там руки отрубали, ноги, голову отрубали, там, и так далее. Почему? Или там мучили, мучили как-то их. Почему они так быстро умирают, он спрашивал. Почему они так долго не мучаются? А он говорит, потому что, вот, смотрите, говорит, если орех взять, если он будет сырой орех, незрелый, если мы его расколем, то мы сердцевину оттуда будем с трудом вынимать. Она такая будет прилипшая. Но если он зрелый, вызрел орех, то когда мы его раскалываем, то сердцевина сама выпадает изнутри. Вот так же человек. Легко уходит. Легко. Он созревший. То есть у него это ложное Я, оно полностью сжато. Вызревшее. Или вообще отсутствует. Ну, вообще отсутствует, может быть, и не может быть оно. Хотя может быть такой вариант, когда отсутствует ложное Я. Тогда уже это святой человек, который уже находится в духовном мире. У духовного человека, у него вообще не существует ложного Я. Потому что ложное Я это и есть гунны материальной природы, которые проявляются и влияют на человека непосредственно. Спасибо за вопрос. Оля Скимерова спрашивает, что такое самооценка? Самооценка? Ну, человек склонен оценивать все предметы. Все предметы. Вот. И в том числе самого себя мы оцениваем. Вот. И в данном случае мы должны, мы можем оценить себя с точки зрения иллюзии какой-то. И так же можем оценить себя истинно. То есть, каким образом мы оцениваем себя истинно в истинном свете? Мы начинаем замечать с собой недостатки. Мы видим, какое мы есть на сомнении. Значит, вот здесь у нас прокол был. Я, например, вру. Вру. Честно себе признаешься. Я обманываю кого-то, например, близких обманываю. Я гневлив, например. У меня такое качество есть. Я, например, ну, нет трудолюбив, например, ленив, например. У меня какие-то качества свои. Вы видите их в реальном свете. И таким образом вы понимаете, что у вас есть недостатки определенные. И когда вы эти недостатки начнете изучать в себе самом, и изучать, как их можно от них избавиться, и как эти качества характера, что они собой представляют, эти качества характера, 26 качеств характера, вы тогда начали понимать реальное положение самого себя, вот на этой шкале. Понимаете просто положение. Вам просто это понятно. Потому что человек, чем больше начинает изучать духовную практику, заниматься, изучать эти качества характера, тем у него появляется больше видения самого себя. Он, значит, и это я замечаю, и здесь я обманул человека, и здесь я то и сделал, здесь я разгневался, и начинает это замечать. На самом деле это больно человеку, ощущать свои недостатки, больно очень, видеть их. Поэтому человек пытается от этого уйти, старается сбежать. Но люди, которые занимаются духовной практикой, наоборот, пытаются усилить в себе недостатки эти. Вы оттуда вытащите их изнутри себя. А для этого нужна ситуация определенная. Для этого нужно жить полной жизнью, стараться проявлять. Не нужно от социума уходить. Не нужно в горы уходить, сидеть где-то, медитируя. Нужно общаться больше. И тогда вы увидите свои недостатки. Хорошо. Они проявляются в нашей повседневной жизни, на работе, дома и так далее. Спасибо за вопрос. Откуда возникает желание контролировать? Контролировать возникает желание из-за страха. Мы боимся. То есть побуждающим чувством контроля, контролю. Это наш страх. Мы боимся, что человек будет действовать не так, как нам хотелось бы. И принесет нам какое-то горе. Страх это корень страха, это невежество. Просто незнание. Опять-таки. Вот такая параллель, видите. Есть, значит, невежество, незнание. Он порождает страх. А страх порождает желание контролировать весь мир. Но это паранойя. Мы не можем контролировать этот мир. Никогда не сможем. Нереально. А любимого человека, если есть желание контролировать, что это означает? Это проблема. Это тоже желание, опять-таки, страх за любимого. То есть вы думаете о том, что, возможно, человек вас может обмануть от любимого. Или он делает что-то не так. Вы, значит, не можете дать ему… Вы любите его на материальной основе. На материальной основе любите. Не на настоящей духовной основе. Это любовь такая, ну, мелкая любовь, честно говоря. Такая любовь. Эгоизм. Это очень сильный эгоизм у вас. Он у нас с эгоизмом работает в том числе. У вас очень боя. Вы боитесь, что человек вам принесет горе какое-то. Поэтому, если вы пытаетесь контролировать его или манипулировать им… Женщина часто манипулирует мужчинами, например. Вот. Потому что они очень влиятельны. Они влияют на мужчин сильно. И они этим пользуются, манипулируют часто. Вот. Это очень плохо тоже. Женщина должна не манипулировать, она должна вдохновлять мужчину. Для того, чтобы он стал лучше. Этим должна женщина заниматься. Это ее предназначение изначальное. Не манипуляция. Ни в коем случае. Спасибо за вопрос. Ну, мы, наверное, на эти вопросы сделаем еще какой-то отдельный эфир, связанный об отношениях мужчин и женщин. Да, пожалуйста. С удовольствием. Спасибо большое. Все, да, заканчиваем. Хорошо. Спасибо вам большое, что оставайтесь с нами. Рад был сегодня вашим вопросом. И вообще беседе с вами. Удачи вам и счастья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова